Всем привет! И сегодня я хочу рассказать вам про такой девайс как Cube i7. Это планшетный компьютер китайского производства, который я купил 11 ноября в день распродаж на Алиэкспресс. Ну и не только. Этот день изначально был в принципе днём одиноких людей, но постепенно превратился в Black Friday такой своеобразный китайский. То есть шоппинг, скидки, всё такое. Купил я его значит за 300 долларов в комплектации Sample Shed, зарядка и стилус. К нему ещё идёт клавиатура, такой док-станция клавиатуры, скажем. Которая можно прикрыть ей, экран, то есть она складывается. Ну в общем-то это, можно сказать, что клон с Microsoft Surface. Но клавиатуру я не брал, потому что я хотел его использовать только в качестве именно планшета для рисования. Чехол этот я покупал отдельно, он стоил около 10 долларов. То есть такая псевдокожа с намёком на смарт-кейс от Apple. Обычно я использую вот в таком виде примерно, чтобы рисовать. Значит, давайте его снимем и посмотрим на сам планшет. Когда я его первый раз увидел, распаковал коробку, её вам не показываю, там ничего интересного нету, серьёзно. Он мне показался очень маленьким. То есть разрешение здесь 1920 на 1080, то есть Full HD. И я как-то ожидал это побольше, хотя знал, что 10,6 дюйма, но всё же. Но это скорее от того, что я постоянно пользуюсь iMac с диагональю 27 дюймов. И после него мне всё кажется маленьким. Ну, посмотрим на сам планшет. Хочу сразу оговориться, что я постараюсь особо не вдаваться в технические подробности. Вот, я сделал такой документ, шпаргалку или там краткий конспект, на который я ставлю ссылку в описании и в видео. Вот, там можете сразу открыть и посмотреть себе. Вот, и также там в этом документе будут полезные ссылки касательно этого планшета. Значит так. Задняя панель у нас пластик. В общем-то тут всё пластик. Не сказать, что он такая китайщина-китайщина, хотя, конечно, не выглядит он как-то там дорого, скажем так, презентабельно особо. Но как бы нам ехать, а не шашечки нужны, особенно за 300 долларов. Имеется кнопка включения, качели регулировки громкости, задняя камера 5 мегапикселей, фронтальная 2 мегапикселя. Кнопка Home. Тут у нас на нижней панели крепёжное отверстие, если можно так назвать. И, значит, специально док-разъём для клавиатуры. Имеется, ну тут вам, скорее всего, не будет видно хорошо. Значит, разъём для наушников, разъём для HDMI, разъём для карты памяти microSD, USB 3.0, но этот USB 3.0 на самом деле это не просто USB разъём. Чтобы им воспользоваться, идёт в комплекте вот такой мощный переходник. Не знаю, зачем это сделано, если честно, но, то есть, без переходника вы туда ничего не поставите. В самой клавиатуре, если бы её покупать, там ещё есть два USB разъёма, так что, в принципе, бы хватило. Вот, но что есть, то есть. И, значит, разъём для штекера питания. С этой стороны у нас находятся два динамика, но, как бы, музыку особо там слушать, не знаю, не имеет смысла, я думаю, на нём. В смысле, через динамики. Хотя в хороших наушниках качество звука вполне отлично. Значит, стекло, стекло. Он изначально, когда пришёл, была, значит, защитная плёнка сзади и спереди. Притом, ну, я не особо люблю эти плёнки. Вот, я решил её содрать, и я сглупил слегка. Ну, как сглупил. Знаете, как на телефонах, кто сам наклеивал плёнки, вот здесь была точно такая же. То есть, это бутерброд. Сама плёнка, а потом сверху такая из тонкого пластика тоже накладка. Я как-то так, скажем, ступил слегка. Я убрал эту, снял эту пластиковую накладку, вот, начал что-то уже рисовать там туда-сюда, и смотрю, что, о, чёрт, стилус царапает поверхность. Вот, то есть, я как-то, я даже не собразил, что там ещё что-то есть. Само защитное покрытие, оказывается, там было, я снял только пластиковую накладку эту, предохранительную. Вот, но я, конечно, я вначале так переживал, такой, думаю, о боже, что случилось, всё пропало. Но нет, я в конце концов, я допёр, что это тоже защитная поверхность, и я её безбожно снял, потому что, в принципе, она, как мне кажется, она вообще не предназначена для работы со стилусом. То есть, это, как обычно, такой защитный экран для телефонов. Вот, то есть, если там таучем пользоваться просто пальчиками, то всё окей. А если стилусом рисовать, то он оставляет такие царапины, которые уже, ну... Как я изначально думал, что это у меня так экран царапается. Думаю, как это возможно, стекло, и тут какой-то пластиковый наконечник. Вот, в общем, я советую всё сразу сдирать. Вот, я уже довольно много пользовался, и никаких царапин нету, но зато прекрасно остаются пальчики, в общем-то. Но эстетически, как бы, эффект тут для меня маловажен, если честно. Я специально полностью выключил планшет, чтобы показать вам время загрузки операционной системы. Стоит здесь, значит, Windows 10, Home-версия изначально. Изначально я, когда его получил, сразу наставил тут кучу программ. Потом средствами самой же винды откатился на первоначальное положение. Так, что-то у нас пошло не то. Вот, я просто не нажал нормально. Вот, он загружается. Видите, что-то у нас тут написано на китайском, наверное, Куб и Сен. Вот, в общем-то, она загрузилась буквально пару секунд. Так, рабочий стол. Ну, панель я расположил с этой стороны, чтобы просто не экономить. Видите, мне кажется, что такое ощущение, что он как-то слишком уж длинный. Вот, но это Full HD обычно. Но для меня как-то это непривычно, особенно после iPad'ов и так далее, где не такое соотношение сторон. Итак, что у нас с самим компьютером? Что у нас внутри? Так, вот это, кстати, очень полезная программка. Я про нее чуть-чуть позже скажу. Вот. Разрешение максимальное у нас здесь 1920 на 1080. И при том здесь IPS-матрица стоит, самсунговская, точно такая же, как во втором Surface Pro. И плотность пикселей составляет 208. То есть это не ретина, но неплохо, так скажем. Вот. Как видите, здесь по умолчанию стоит увеличение интерфейса в полтора раза. На 150%. Графический, значит, графическая карта, не графический адаптер. Вот. Здесь Intel HD 5300. Вот как. Ага. Она имеет 128 МБ своей памяти и также может брать до 2135 МБ из оперативной памяти. Всего оперативки здесь 4 ГБ. Вот. При том это DDR3 на 1600 МГц. И они припаяны к плате. То есть заменить самостоятельно вам вряд ли это удастся. Вот. То есть тут уже апгрейд не пройдет, скажем так. Вот. Процессор здесь. Процессор Core M 5Y10C. То есть, видите, никакой не i7. Вот. И вот у нас информация. И он у нас работает на частоте от 800 МГц до 1000 МГц. Вот. Казалось бы, это очень мало. Ну, как бы так. Вот. Но в этом же документе вы найдете... Я дал ссылки на тестирование Geekbench. И вы посмотрите в сравнении с разными моделями Microsoft Surface и с тем же Wacom Cinti компанией. Что на самом деле он не сильно-то и отличается. Вот. То есть, как бы маленький, но удаленький. Вот. Как видите, стоит Windows 10 Home. При том, смотрите, называется как бы Cube i7. А модель i8. Вот. То бишь, ну, китайцы, китайцы. Так. Ну, тут, в общем-то, особо ничего такого интересного нету. Ну, процессор у нас двухъядерный. И на каждом ядре по два потока. То есть, ну, почти что, почти что четырехъядерный, если так можно назвать. Ну, двухъядерный. Вот. Операционная система 64-битная. Изначально стояла, нет. Ничего не переставлял. Видел я уже в интернете, что уже сюда и старались ставить OSX, то есть, Hackintosh. Вот. Но, опять же, траблы с кекстами, то есть, с драйверами на оборудование. В том числе на Wi-Fi и на Digitizer, то есть, на стилус. Стилус здесь вакомовский. Вот. Выглядит он так, ну, скажем так, не особо презентабельно. Как обычно, такая дешевая ручка. Модель называется CAP01. Вот. И когда я только купил этот планшет, у меня в это время был еще тоже планшетный компьютер от Motion Computing. Модель LE 1700. И, что интересно, что стилус, который был, ну, отличался от этого, он был более как-то так, респектабельно выглядел и чуть-чуть побольше. Он абсолютно подходит к этой модели, а этот стилус подходит к модели от Motion Computing. Вот. Так что, если что, то можно это взаимозаменить, скажем так. Стилус этот имеет, это вакомовский стилус. И Windows сама сразу же ставит драйвера, вот, как видите. У него только одна кнопка. И кнопочка для стерки, скажем так. Вот. И в отличие от тех же вакомовских, больших, скажем так, вот, от пятого Windows у меня, вот, здесь две кнопки, здесь только одна. Но настраивать здесь особо тоже нечего, можно откалибровать зато. Кривые мы тут не поставим, но чисто чувствительность можно сделать так. Значит, чувствительность к нажатию у него имеет 1024 степени. То есть, это сравнимо, если вы когда-то рисовали на ваком бамбу, или теперь модель этим называется Intuos просто, то они тоже имеют 1024 степени к нажатию. Вот. Если сравнивать чувствительность Pirac с пятым Intuos, где 2048, то поначалу это ощущается, я бы так сказал, потому что тут не то, чтобы это как-то проблемно, но сразу, когда перескакиваешь, кажется, что не такое чувствительное. И это понятие не такое чувствительное заключается в том, что когда вы только-только прикасаетесь к экрану, именно порог с того момента, когда он уже начнет рисовать, то есть вы должны приложить чуть-чуть больше усилий. Вот. Но это дело привычки, действительно. То есть, оно не мешает в работе, и такой градации степени чувствительности вполне хватает. То есть, если взять даже тот же, сравнить с третьим Surface, то там их всего 256. Вот. И, ну, а тут вакомовское перо. В случае чего, его можно купить, опять же, на том же Алиэкспрессе. В этот файлик, на который я дал ссылку, я там написал ссылку, значит, поместил цены, и там вы можете, и ссылки, где вы можете купить. Его средняя цена около 35 долларов. Вот. Сам, как бы, этот базовый комплект, который у меня сейчас на руках, он сейчас стоит где-то 360-380 долларов. Но к нему еще, к этому добавьте доставку, около 20 долларов DHL, и около 5 долларов обычной почты, но это вы можете ждать до месяца вплоть. И еще не забывайте про таможенную пошлину. Потому что ко мне пришел курьер из DHL, и говорит, вот вам посылка, я уже такой радостно. Говорю, давайте, давайте. Он говорит, а с вас еще 100 злотых. Ну, то есть, это примерно 25 долларов на данный момент. Я говорю, подождите, за что? Говорит, а вот таможенная пошлина, мы ее, как бы, заплатили, вы на границе, а вы сейчас должны нам вернуть деньги. Вот. То бишь, прибавляйте к этому еще примерно 25-30 долларов. Вот. Это такой неприятный сюрприз был. Так, ну что же, я думаю, я закончу. А, да-да-да. Еще, значит, всего здесь, в этом планшете памяти жесткий диск, то есть, здесь стоит SSD, при том, такой специфически довольно. SSD на 64 гигабайта. Вот. У меня сейчас стоит тут, ну, достаточно много программ. И вот сама винда, то есть, ну, 30 гигабайт у меня почти занято из 60, ну, 58 и 7 доступных. Вот. Ну, тут еще хранятся, как бы, и рисунки, и какие-то файлы. То есть, ну, конечно, этого маловато, скажем так. Но никто, ну, по крайней мере, я не собирался делать его основным своим рабочим инструментом. Вот. Этот, он такой на подхвате, именно, когда надо нарисовать что-то руками или где-то в дороге. Вот. То есть, ну, никто не мешает всегда подключить внешне жесткий диск через переходник. Вот. И там уже смотреть фильмы и пользоваться всеми благами места, которые он предоставляет. Так, с технической частью я уже, видимо, закончу. И перейдем к самим программам. Так, что касается работы с программами, то хочу сразу сказать, что мои рассуждения и оценки будут, ну, очень субъективными, скажем так. Так, потому что, ну, потому что я даже не знаю, как тут, можно ли быть объективным при работе с программой, потому что кто-то привык к одному, кто-то к другому. Но, ну, когда я готовил это видео, я так себе планировал, вот, расскажу об этом, об этом. И так понял, что постепенно это станет не обзор планшета, а обзор программ. Поэтому я постараюсь как бы все кратенько изложить и особо не останавливаться на всяких моментах программных, кроме одного. То бишь, я в основном буду оценивать именно, насколько удобно работать с программой, имея вот только такой базовый набор, то есть стилус, пальцы для тауча и как бы и все. В идеале, конечно же, для такого планшета у вас еще должна быть рукавичка. Вот я себе сделал из старой такой перчатки рукавичка, то бишь, чтобы у вас рука где-то там не оставляла следы. Но во время тестирования я не буду ее одевать, чтобы вы сразу посмотрели, грубо говоря, после распаковки, как можно работать с программами и как они себя ведут. Потому что, ну я считаю, что это один из основных факторов удобства, то бишь, чтобы было управление таучем нормально и в то же время было меньше ложных срабатываний. Вот. Итак, начнем, значит, начнем, видимо, с продуктов компании Adobe. Это у меня установлены версии CC 2015, в файлике указаны там точные версии, то есть самые последние. и так, давай запускайся. Так, начнем с фотошопа. По умолчанию он у нас запускается с интерфейсом, увеличенным в два раза. Вот. И, в принципе, ну, вылезет все большевато, зато можно там как-то пальцами это все нажать, выбрать, но если уметь сделать его стандартным интерфейсом, то есть это будет здесь, в настройках, в настройке интерфейс, то он будет слишком мелкий. Это реально. То есть там уже будет даже попадать стилусом даже так сложновато. Вот. Настройка. Если поставить на Auto, то он и будет запускаться тоже с 200% увеличением. Итак, могу сказать сразу, что в фотошоп ситошоп CC-версия, она очень-очень хорошо приспособлена для работы с планшетными компьютерами. Ну, по крайней мере, я могу говорить только об этом. Ну, об этой конкретной модели. Тут мне все понравилось. Так, что-то я не могу эту радио меню. Так, секунду. Вот. Да, эта программка называется радио меню, для того, чтобы можно было управлять Touch-функциями. Но с помощью нажатий просто не лезть по менюшкам, я себе сделал такую более-менее универсальную для всех программ раскладку. Вот. Чтобы можно было возвращаться и так далее. Выбирать инструменты. Функциональные клавиши сохранять. Вот. Ссылочка есть в документе, который я вам расшарил. Вот. Фотошоп себя ведет, ну, отлично, я бы сказал. Это именно с точки зрения управления. Ну, тут как бы без всяких нареканий. Вот. Масштабируется все это дело и спокойно передвигается с помощью жестов. Вот. Видите, теперь проскочило, потому что я без перчатки. Вот. Это такие ложные срабатывания. Вот. Я, ну, не буду на них сильно заострять внимание, вы как бы будете сами это видеть. Вот. Я где-то... А, я просто дотронулся, значит, до этой полосочки. Вот. Ну, окей. Значит, посмотрим, что у нас с чувствительностью и так далее. Тут тоже никаких нареканий нет. Вот. Единственное, что сам порог, как бы, вхождения... Вот я веду легонько. Интуоз пятый бы уже рисовал, если бы я так нажимал. Здесь, как бы, надо приноровиться чуть-чуть. Вот. Как видите, никаких проблем нет. Вот. Линии рисуются в нужных местах. И, ну, в случае чего, всегда можете откалибровать. Притом, здесь еще есть такие встроенные в Photoshop Touch функции, как унда на жесты пальцем. Если это сделать, ну, то есть двумя пальцами. В одну сторону, значит, унда, а это редо. Либо тремя пальцами зажимаем и ведем. Вот у нас полоса нашего прогресса, скажем так. Вот. Показывает. Можно всегда вернуться по истории. То же, что очень удобно. В Photoshop я особо тут ничего не рисовал. Да, он, как бы, хорошо, но, не знаю. Конечно, все очень любят Photoshop. Это можно посмотреть, что, ну, большинство художников рисует, особенно в CG, пользуются Photoshop. Но, как бы, я не фанат, я бы так сказал. Вот. Потому что, в принципе, он не особо предназначен для рисования. То есть, есть программы более, более, ну, заточены именно под рисование, а не под это все. Не такой комбайн, как Photoshop, скажем. Ну, думаю, я больше не буду остановиться на Photoshop, потому что, ну, да, тут все отлично, я бы сказал. Именно количество ложных срабатываний, это когда я вот ложу руку. Ну, вот, видите, тут у меня этой частью я дотронулся, значит, полоски. Надо бы их убрать, эти полоски, если это можно. Вот. Про ложные срабатывания я говорю как раз, вот, когда ты ложишь руку и начинаешь что-то рисовать. Потому что, как бы, рисовать на весу, ну, не знаю, это, наверное, прикольно. Вот. Но... Но это не вариант, как бы, как для меня. Вот. И если программа, когда я ложу руку, начинает здесь рисовать, вот, видите, я провожу запястье, ничего здесь не рисуется. То есть, тут я считаю, что фотошоп в этом смысле очень молодцы сделали, то есть, этих срабатываний нет. Вот. То есть, вот у нас развернуто на весь экран, и теперь тут уже можем себе рисовать, масштабировать, поворачивать, как бы, тут все отлично. Вот. Так что, так, с фотошопом, угу, выходим, значит, из него. С ним все хорошо. Все отлично. Вот. Так. Возьмем Adobe Illustrator. Тоже последняя версия. А, еще хотел бы сказать по поводу ранних. Я на этом планшете потестировал только CS4, так как у меня просто была лицензия на него. и, ну, ну, вы, скорее всего, и в CS5 вы тоже не сможете на нем нормально работать, потому что, во-первых, не масштабируется интерфейс, жесты не действуют совершенно. Вот. Это гемор. Вот. Ну, последняя версия CS4, как бы, Adobe продукты работают вполне сносно и даже хорошо в некоторых случаях. Вот. Иллюстратор. В иллюстраторе, но тут тоже смысл такой, что если вы рисуете, тогда окей. Если же вы хотите там рисовать флэт, дизайнить, то тут, конечно же, вам придется подключить клавиатуру и мышку, потому что, ну, пером это так довольно проблематично, скажем так. Вот. Но могу сказать, что иллюстратор работает тоже довольно адекватно. Покажу пару вещей, которые я тут делал. Вот. Мне нужно было для одного проекта там алхимические всякие штуки. Вот. То есть, это все я рисовал и писал именно здесь, на этом планшете. Как бы все нормально. То есть, тут тоже и чувствительно. Ну, тут, в принципе, тут я все это делаю без чувствительности. Это просто каллиграфическое перо. Но если взять какой-нибудь другой проект. Пум-пум-пум. Вот, например, вот этот. Это, скорее, даже был такой тест на производительность, потому что, как видите, здесь в данный момент включен плагер Mirror Me от Astuta Graphics. То бишь, рисую я только в этой части, и она сразу уже копируется на сколько у нас осей тут на 6. Вот. И здесь я рисовал в такой технике граюры. То есть, это все именно нарисовано блок-брашем. И здесь уже... Сейчас я выберу этот был браш. И здесь уже он начал так потихоньку задыхаться. Вот. Потому что... А, ну, я рисую не в той... Не в той... Не в том секторе. Вот. То есть, я рисую. И тут он раз-раз подумал. Видите, курсор еще здесь. Ну, просто потому что слишком большая нагрузка. Вот. Я вначале подумал, что это... Ну, потому что в планшете как бы слабенький, но открыл этот же файл на iMac. В принципе, там тоже уже комп начинает задыхаться. Хотя там... Ну, видеокарта не особо мощная, но... И пятый процессор. И 32 гига оперативки. Вот. То бишь, в принципе, он... Я бы сказал, достаточно производительный для того, чтобы рисовать какие-то более-менее сложные вещи. Вот. Из последнего... Из последнего... Сейчас я открою тут... Пум-пум-пум. Значит, вот. Я рисовал тут для одного воркшопа такого дедушку. Здесь это тоже все нарисовано. Все нарисовано. Угу. А, сори. Сори. Я открыл png файл вместо i. Так, 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 так. Где у нас тут? Вот. Вот. Все нарисовано блокбрашем. Ну, я просто решил, как бы, сильно не заморачиваться именно брашем, потому что потом будет еще больше точек после экспанда. Вот. И так далее. А тут, как бы, сам по себе рисунок довольно... Ну, не то чтобы сложно, но много элементов, если мы посмотрим. Значит, сколько у нас тут? Пум-пум-пум-пум-пум. Инфа, не инфа, так. Документы, все документы. Вот. Тут у нас... Три тысячи девяносто четыре путя. Пай, пэс. Ну, и почти десять тысяч точек. Вот. И, в принципе, он чувствует себя вполне комфортно. То есть, как бы, тут... Вот. И что касается самого рисования. Ну, тут, конечно же, зависит от настроек. Если... Вот я возьму блокбраш, да. Вот. Возьмем чуть побольше. Девятнадцать. Здесь же тоже сделаем чувствительность по максимуму. Здесь, как бы, такая же проблемка, как и... Ну, проблема перехода, скажем так, да. То есть, вы сразу, возможно, не сможете так зацепить, чтобы совсем уже тонкую линию. Тут надо будет перевыкнуть слегка. Вот. Но, в общем-то, как бы, чувствительность здесь отлично. Вот. То есть, вы можете рисовать какие-то сложные формы. И, ну... Он не тормозит. И... Тут, как бы, у меня нареканий тоже совершенно нету. Вот. То бишь, с иллюстратором, как бы, все окей. Кстати, по поводу интерфейса для touch-компьютеров. Вот этот. То есть, как видите, чтобы сразу можно было пальцами тут уже все нажимать. Ничего уже никуда лезть не надо. Вот. Мне не понравилось это. То есть, ну, не то, чтобы не понравилось. Я это, как говорится, не прохавывал. То есть, не прочувствовал я всей прелести. Вот. Здесь, например, ну, нету блок-браша. Здесь можно рисовать только обычной кистью. Устанавливается размер. И... Или у нас есть чувствительность, или нету. Вот сейчас нету. Теперь есть. Вот. Мы начали рисовать. Но... Кстати, вот, видите, плюсик. И плюсик, и не плюсик. Хотел сказать, что вот, посмотрите, я пальцем вожу. Но дело в том, что я недостаточно сильно нажимал, чтобы он рисовал. Вот. И из-за этого могут быть именно ложные срабатывания. Хотя, видите, вот я вполне комфортно и ложу руку. Что-то... Так. Что-то рисую. Переставляю ее. Вот. Вот это и есть такая у него небольшая... Но не то, чтобы... Я мне сказал, что проблемка это скорее дело привычки. Что он... Вот именно первоначально довольно сложновато сделать вот совсем уже тоненькую-тоненькую линию. И потом уже ее там увеличить. Особенно это касается не таких тут вот длинных завитушек, что я тут нарисовал. Если мы там просто там делаем какой-то раз. Раз. Вот. Но это протаучий интерфейс. Тут как бы не знаю. Смысла, опять же, использовать этот шейпбуль... Шейпертул тоже особого я не вижу. Ну, по крайней мере, рисовать с помощью него и полного. Вот. Ну, отлично. В принципе, это хорошо, что на видео это завпечатлено. Можно будет выслать компании Adobe, показать, как у него работают. Но скажу так, что в основном у меня нареканий на работу иллюстратора нет. Есть, конечно, свои оговорки, но... Рисовать именно вполне можно и... И нужно. Вот. Тут как бы... Без нареканий. Так, теперь посмотрим на программу ClipPaint Studio Pro. Это бывшая Clip Studio Paint, да, Pro версия. Это бывшая Manga Studio, то есть они ее переименовали. Честно говоря, я вообще Manga Studio никогда не пользовался и открыл ее себе в рамках тестирования этого планшета. Тогда как раз был Black Friday, и я купил ее за 15 долларов. Притом, это две лицензии. Одна на Mac, а одна на Windows. То есть, ну... И если брать рисование, ну, не буду говорить о таком уже живописном рисовании, как, например, там, в Пейнтере, да, с инструментами, которые каким-либо образом там эмулируют реальные материалы и кисти и так далее, то мне кажется, что, ну, это очень достойная альтернатива тому же Photoshop. И, как бы, для рисования, ну, по-моему, отлично. И хочу сказать, что она себе ведет очень адекватно именно с этим планшетом. Вот, то есть все жесты, увеличения и так далее. Отлично. Вот. Бывает иногда, что она, скажем так, если планшет не трогать, он заснет, и потом резко, ну, то есть его разбудить, то пару секунд, конечно, ну, это практически во всех программах будет такой... То есть не сразу реагировать. Вот. Но это буквально пару секунд. И здесь, ну, я говорю, что вот у нас пошли эти ложные срабатывания. Когда я дотрагиваюсь рукой. Но здесь обычно это я, опять же, касаюсь полосок. Вот этих. Пим-пим-пим. Где-то и тогда он срабатывает. Но могу сказать, что этих ложных срабатываний, чтобы, например, тут рисовалось рукой специально, то они довольно редки. То есть, ну, тут они сделали на уровень. Вот. А... Так. Где моя чувствительность? Вот. И я бы сказал, что именно, если вот у иллюстратора, что я говорил заранее, именно порог вхождения в рисование, у него как бы довольно высокий. То есть надо нажать чуть-чуть сильнее уже. То есть здесь перо действительно очень чувствительно. И программа очень чувствительна к нажатию. Вот. Тут, конечно, можно все отрегулировать. Вы можете поставить себе графики и так далее. Вообще, как бы... Ну, все знают, наверное, эту... Paint Tool Sai, да. Я знаю, что очень многие буквально кипятком от нее писают. Говорят, что оу, как круто, Vault Sai, это вообще... Вот. Многие переживают, что на Mac нету этой программы. Ну, так вот, ребята. Ну, как бы, Mango Studio, это очень навороченная версия Paint Tool Sai, я бы сказал так. Здесь также есть эти ваши кисти, которые там красиво все сглаживают и красиво рисуют. Вот, вот, и... Вот, если мы возьмем... Нет, 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 нет. Когда начинают, что... Вот он. Вот, в Sai, там такие прекрасные кисти. Здесь то же самое. Здесь все это настраивается. И все... Ну... С прекрасной инструмента можно выбирать текстуры и так далее. Ладно. А то я уже начинаю тут уже расхваливать просто программу. Вот. Раскрою... Открою как-нибудь пару файлов тоже. С этого... Воркшопа. Вот, значит, опять же тот же дедок. Вот, вначале я рисовал скетч. На него. Так... Угу-гу. Вот. Ну, просто поскетчил. Потом сделал такой лайн-арт. Вот тоже все прекрасно, как бы, с чувствительностью пера. Это я рисовал джип. Вот этот текстурат пен. Вот. У нас заблокирован слой. Как бы нареканий нет. Отличная программа. За небольшие деньги. Так, у нее, по-моему, цена где-то 45 долларов. Вот. За две лицензии. Вот. И для работы, как бы, с этим планшетом, ну... Отлично, по-моему. Вот. Я бы ее рекомендовал из всех, скажем так. Вот. Ладно, закончим. Закончим, значит, с Clip Paint Studio. Та-та-та. Так, закрываем. Так, что у нас есть еще? Хочу сказать, что до этого я еще, кстати, я ставил SAI тоже сюда, но я не покупал ее. Вот. У меня была пробная версия, которая уже закончилась, я снес, потому что толком ничего не покажешь. И хочу сказать, что именно стабильная версия SAI, которая сейчас там 1.4, по-моему, могла ошибаться, но именно что первая. Вот. Она практически не предназначена для работы с этим планшетом. Там не поддерживается тауч, не поддерживается масштабирование. Вот. И, ну, работать очень коряво. Но разработчик SAI сейчас есть бета-версия вторая. Вот. И ее можно скачать с официального сайта, посмотреть. Там уже, как бы, уже ситуация получше. Там работает тауч. Там, как бы, вот этих ложных срабатываний тоже особо нету. И, ну, вполне симпатично. Вот. Ну, показывать ее не буду, потому что я это уже все снес. Также снес я еще, ну, тестировал PaintStorm Studio. Вот. У меня есть лицензия на Mac, но на Windows. У меня на Windows не было. Ну, в смысле, я не покупал лицензию на Windows. И могу сказать так, что она меня расстроила. Хотя, ну, как бы, автор программы, он ее позиционирует именно для планшетных компьютеров. Но, например, взять хотя бы тот факт, что можно с помощью жестов увеличивать или уменьшать холст. Но нельзя его, например, передвинуть. Вот. И мне кажется, что это вообще попадос. Ну, как бы, нельзя так делать. Как бы, какой смысл? Окей, ну, увеличил. Но для того, чтобы мне куда-то перейти, я не могу это сдвинуть пальцами. То есть, какой тогда смысл? Мне приходится открывать навигатор и там где-то вот его искать, куда я хочу перейти. Вот. Ну, мне кажется, это слегка бессмысленно. Вот. Поэтому, как бы, она тоже от меня получает, как бы, такую не очень оценку. Хотя, сама по себе программа довольно прикольная, интересная. Вот. И особенно кастомизация интерфейса, который можно делать и больше, и меньше. И под те же тауч, так сказать, функции. То есть, чтобы кнопки были там побольше, чтобы вы не промахивались пальцами. Но такой косячок, как бы, меня так огорчил, скажем. Вот. Но хочу сказать, что тут очень всё субъективно. Так что тут, ну, смотрите сами. Так. Возьмём, значит, скетчбук. Скетчбук Pro. Я изначально тестировал версию 7. 7.3, если быть точным. И мне очень не понравилось. Вот. Мне очень не понравилось. Опять же, очень субъективно. В смысле, что вот здесь ложных срабатываний. Просто как грязи. Если я начинаю что-то рисовать. Ну, так. Я уже побежал вперёд. Значит, я тестировал седьмую версию. А сегодня, когда я там проверял все версии программы, чтобы их записать себе. Мне предложили, что, ой, чувак, давай обновись, у нас уже восьмая вышла. Ну, окей, давайте. Вот. Сейчас, как бы, в данный момент здесь восьмая версия. И, ну, возможно, она как-то чуть-чуть лучше в этом смысле. Хотя, вот, смотрите, по поводу жестов. Тут всё отлично. Вот. Ну, бусечка просто. Вот. Масштабирование, передвигание. Вот. Всё плавненько, красивенько. Но, если у вас нету перчатки, то уже не будет всё так плавненько и красивенько. Потому что вы ложите руку. Вот здесь в восьмой версии с этим чуть-чуть получше. Вот. Вы начинаете что-то рисовать, там, передвигать. Вот. Вот. Слушай. Вот. Но, я скажу, да, вот в восьмой версии всё-таки чуть получше с этим, что он как бы так... Это я уже специально сейчас тут помазюкал так. Вот. Но... Ммм. То бишь, когда ты положил руку, рисуешь, рисуешь, передвигаешься. Ну, вот видите, тоже палец мне оставил. Вот. Это как бы... Вот. В том же фотошопе этого нету. То бишь, оно бывает, случается, но очень редко. Вот. Сам по себе, как бы, интерфейс скетчбука, ну, в принципе, располагает к тому, чтобы пользоваться товарищ-функциями. То есть, вы можете на все кнопки попасть и так далее, просто пальцем. Вот. Но, как бы, без перчатки сюда лучше, как бы, особо не лезть, потому что вот эти штуки вас заколебут, честное слово. Вот. Ну, наверное, более подробно я тут не буду останавливаться. Но могу сказать, что в восьмой версии добавили кучу разных кистей красивых. Вот. Вот. Ну, это не относится вообще к обзору планшета. Вот. Так что, ну, скетчбук хороший. Хороший, но надо перчатка. Надо перчатка. Как бы, без нее, скорее всего, что вы замахаетесь потом просто убирать вот эти вот штуки. Вот. И это будет не очень, как бы, прикольно. Вот. Но, а так, как бы, да, сама по себе программа мне нравится. Отлично, но... Но, 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 но. Вот. То есть, только в перчатке. Ладно, со скетчбуком мы закончили. Что у нас еще осталось? Осталось еще Крита. Бесплатная программа, консорсная. Так, запускайся. Крита. С Крит тоже все хорошо. Отлично, я бы сказал. Есть один минус. Ну, я тут даже до конца не знаю. Так, нет, не надо. То ли это минус, то ли это фича. Вот. Что. Видите, в большом разрешении 300 dpi 4 на 4000 пикселей. Но, хотя, тут я вам не буду вырисовывать так. Тем более, я ж не умею рисовать. И можете мне написать об этом еще в комментах, как всегда. Вот. Но не умею, не умею, да. Вот. Поэтому ничего не буду рисовать. Но смысл тот, что с Критой, как бы, ну, вроде, так. Нет. Нет. Да, вот так. С ней, как бы, вот, отлично, я бы сказал. У нее есть там, да, такие тяжелые кисти, но тут, в принципе, у меня и на маке тоже задыхается комплекс, я начинаю их использовать. Это, 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 вроде, таких, акварельных. Нет, не таких. Ну, вот. Даже если взять вот эту самую, вот такую простую, начинать. Вот, видите. О, уже там, если дальше, то он уже отстает. Вот. Но, я говорю, тут такие кисти у меня и на маке подтормаживают. Вот. Но, если брать, так, ну, все. Какие-нибудь, такие, не особо замороченные, то есть, как бы, тут все отлично. Вот. Единственное, что я говорю, то ли баг, то ли фича, это, видите, тут все масштабирование работает, передвижение тоже отлично работает. Вот. Вот. Двумя пальчиками все. Но мне не хватает возможности перевернуть изображение. Вот. То есть, если я в фотошопе могу это дело все ворочать, как я хочу, ну, то здесь я могу, конечно, повернуть планшет себя. Вот. И тоже, ну, крита получает довольно высокую оценку по поводу юзаберити. Вот. С этим планшетом хорошая программа, бесплатная, много функций, ну, отлично. Так. Следующая. Следующая у нас Mestive. Не знаю, правильно ли я произношу название этой программы. Вот. Ей я пользуюсь еще с первых версий на хорошая. Вот. Сейчас это вторая версия, которая получила пины, некоторые улучшения. Вот. Если кто не знает, то сама по себе программа использует функции, которые подобные были в Freehand Macromedia, который потом выкупил и Adobe. Вот. То бишь, это такое полувекторное рисование с масштабированием почти бесконечным и с почти бесконечным холстом. И, то есть, тоже, если можно нарисовать там какую-то закорючку, то ее можно потом экспортировать тоже в сумасшедших разрешениях. Вот. Такое полувекторное. Хотя, конечно, ну, это скорее технология полувекторная. Тоже есть тут, ну, бывают ложные срабатывания, но они не такие частые. Конечно, если можно пальцем рисовать, только зачем? Если у вас есть стилус. То есть, но в плане управления тут все отлично. Вот я... Что я тут рисовал? Рисовал в этой программе. Вот у нас пины должны быть. Вот. В принципе, в основном для скетча, но тут мне захотелось уже что-то такое более там удобное на портрет. Вот. Ну, отлично. Я тоже могу поставить чуть ли не высшую оценку. Именно с точки зрения юзабилити, миссив тут как бы без нареканий. Вот. Она особо не рисует тылом руки. Тут как бы, ну, ложных срабатываний эти происходят довольно редко. Вот. А если у вас перчатка, тогда вообще как бы нету проблем. Вот. Так. Нет, не сохраняем. Что еще? Так. Ну, вроде я вам уже про все программы так кратенько рассказал. Так. Еще я пользовался, пробовал ставить ZBrush. И, в принципе, да. Ну, я там уже не вырисовывал высокополигональных таких моделей. Просто немного потестил, именно поскульптил. Можно вполне рисовать. То есть, ну, только лучше было бы, конечно, тогда модифицировать специально для ZBrush'а radial меню. Себе сделать отдельную. Потому что он позволяет для конкретной программы делать свой набор функций. Вот. И, в принципе, да, можно скульптить и вполне окей. Вот. Ну, с программами, видимо, все. Итак, суммируя как бы все, все вышесказанное, вот, могу сказать, что, в принципе, ну, за такие деньги, вот, по сравнению с Microsoft Surface, если вторую версию, минимальная конфигурация, которая будет, может быть, даже более слабая, чем этот компьютер, стоит 900, 900 долларов. А этот стоит, пускай сейчас 350-380, вот, в такой базовой конфигурации, как у меня. Вот. То, ну, я считаю, что вполне можно брать. Если вы именно хотите себе такую замену Sinti Companion, ну, тут, конечно, нельзя говорить о равноценной какой-то замене, потому что там все-таки все это заточено. Только что цена во много раз выше. Вот. Ну, это, скажем так, это как Джеки Чан такой, маленький, шустрый, вот, и всех бьет. Вот. Если вам нужно рисовать, вполне-вполне, как, именно как второй компьютер, вот, как основную рабочую машину, ну, не знаю, ну, для меня как бы экран слишком маленький. Вот, и его пропорции меня смущают, эти 16 на 9, то есть для просмотра фильмов это окей, конечно, хорошо, но, блин, я же как бы не фильмы хочу на нем смотреть, я хочу рисовать. Вот. Вот, но с другой стороны 10,6 дюймов, кстати, есть модель такая же, но с 11,6 дюймов, то есть на 2,5 сантиметра экран будет больше, то есть приближаться к 12, как в третьем Surface Pro. Вот, ну, как бы, не то, чтобы я могу там рекомендовать, но, скажем так, на свою цену, за свою цену, и его возможности вполне-вполне, я бы сказал, даже впечатляющие. Вот, и если вам нужен второй компьютер планшетный, особенно если вы много путешествуете, где-то вот вам надо работать, то, если еще докупить клавиатуру, то у вас будет полноценный компьютер, который вы сможете использовать как планшет. Ну что ж, на этом я раскланиваюсь, еще раз напоминаю, посмотрите документ гугловский, который я там дал ссылочку, там есть и цены, и с... Ссылки на тестирование, ссылки на подробный обзор технически, вот, и на программку Radio MENU, которая поможет вам управлять программами с помощью пальцев и без клавиатуры. Вот, ну все. Удачи всем, рисуйте, развивайтесь. Пока.